Житель Саратова не досчитался имущества, когда приехал на дачу в Расловке. Пластиковое окно отжато, все, что представляло ценность, похищено. С деревянного шкафа, на этой полке лежал сварочный аппарат и маска Хамелеон. Здесь лежала циркулярная пила. Исчезли и другие электроинструменты, а также телевизор, обогреватель, мотоблок, лодка и палатка. Пострадали от действий злоумышленников и другие дачники из соседних садовых товариществ. Трое подозреваемых в дачных кражах были задержаны полицейскими, как раз в тот момент, когда перевозили чужое добро для сбыта. На вопрос, зачем отправились на преступный промысел, отговорки стандартные. Денег нет. За квартиру платить надо, там есть чем-нибудь надо. Работы нет. У меня вот не берут, например, на работу, потому что я судимый. Ну, у человека денег не было. У знакомого, вот, попросил съездить пару раз с ним. Он сам все сделает. Как бы помочь другу, да? Да. Просто нужны были деньги, помогал другу. Послушаешь, и кажется, парней можно понять и простить, но Уголовный кодекс называет их действия иначе. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктом А, части 3, статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были задержаны подозреваемые в совершении данных преступлений. В настоящее время они дают признательные показания. Расследование продолжается. У следствия есть основания полагать, что криминальная троица может быть причастна к совершению других аналогичных преступлений. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса. Вражаю огромную благодарность сотрудникам полиции за задержание злоумышленников, совершившие кражу с дачного дома. Надеюсь на возврат похищенного имущества. Спасибо вам за вашу службу. Как говорится, на полицию надейся, но и сам не плашай. Совсем не лишним будет и самим дачникам позаботиться о сохранности своего имущества. В зимний период не оставлять на даче ценные вещи, установить крепкие двери и поставить решетки на окна. Анатолий Чернов, Ольга Иванова, дежурная часть, Саратов.